я не волшебник а только учусь всем друзьям большой привет но вот наступил тот долгожданный мой по крайней мере момент покраски грузовика значит план действия такое начну я с колес покрашу их резину хочет резиновый цвет затем все 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 задумал желтым темно-желтым через аэрограф затем будут доводить до ума двигатель потому как он здесь будет другими цветами двигатель там рессоры может подкрашено круче с рамой надо будет поработать кистью немного кроме того катки тоже придется кистью ободали как правильно катков это программа как бы на сразу а потом уже начнем камуфляж делать и все остальное резина буду красить вот такой вот мифовской краской выбора нет через сами диски но как и весь рузовик целиком дарки и лук от модернер и хочу попробовать вот и нашел у себя такой вот разбавитель retarder замедлитель высыхания акриловых красок под аэрограф но продам для краски хама предназначается попробую добавить пару капелек посмотрим будет ли лучше дуть чисто ради эксперимента и 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 настоящий негр друзья ну вот первый слой как бы готов она не хочет подсохла и я сейчас наверное уже не на камеру так пройдусь вторым слоем и кроме того совсем я вышибал из головы надо будет покрасить диски красить я буду с помощью аэрографа и линеечки все это происходит просто прилаживаем находим нужный нам диаметр прилаживаем и проходим красим вот но столько всего накрасил я базовый слой теперь буду конкретно приступать во первых кроме двигатель покрасить по-другому чуть-чуть там рессоры потом каткам приступлю тоже здесь надо будет как они проназываются запамятовал укрутите ободки надо будет прокрасить ну короче так по ходу по ходу начнем немножко давать до ума ребята ну вот подкрашиваю двигатель так как вот хотят в инструкции но честно говоря боленка чувствую какую-то стезифа в труд какую-то бесполезную работу слушать ты тебе что говорят ты то и делай а то я тебя в раз уволю без выходного пособия буржуй не добитых во первых вы видно не будет во вторых вот они сам двигатель предлагают красить в цвет кузова то есть песочным по сути как я и покрасил но как-то меня он смущает эти цвета было так не было я нечисто не знаю то есть то есть красить крашу ну блин ну не знаю не непонятно нет наверное я все-таки брошу а еще знаете что мне это интересно сейчас я во-первых колеса надо будет приклеивать в том числе запаска и у нас сюда так вот ляжет запасное колесо нити колеса но еще надо сделать выхлопную трубу в этом трубу и она здесь опять тоже обратите это цвет к цвет к это у нас это ржавчина то есть он весь ржавый от начала до конца тоже как бы сомнительное такое решение ну наверное нет уже таким ржавым сделаю пока не хотят коллеги не могу не обратить ваше внимание на выхлопную трубу ну во первых сразу хочу вам показать вот как ее рисуют осемовцы то есть она ну во первых она покрашена сразу ржавчину я с ними не спорил покрасил также здесь мы что мы видим она собирается как бы отдельно вся и потом где-то как-то приклеивать то есть однозначно понять невозможно куда она приклеится понесло вот здесь продают эти две два краешка в двигатель там есть места но как она располагается по самой раме не понятно и что отдельно хочу застрять ваше внимание что она идет цельная так вот может конечно я неправильно я сделал но вроде как бы стало все красиво но цельная она мне не влазит осветия и пропустил под вот этой балкой и пришлось в этом месте и она здесь из двух частей состоит то есть склеил потом пришлось ее разъединить вот здесь приклеить отдельно к двигателю и потом отдельно к ней пропустить под низом и прикрепить отдельно как бы собрать воедино то есть вот такой вот косарик небольшой то есть но как по мне инструкция должна быть инструкции они ребусом то есть мы он должна быть однозначная то есть ты должен взять посмотреть и сделать не сидеть догадываться как должно быть так или так или так то есть как бы ему сделать это много другой ракурс переверните раму вверх колесами нарисуйте как оно должно быть что было видно то есть вот такое как бы небольшое замечание такой негативный осадочек такой присутствует и и и и и и вот какую машинка примерно получится на выходе примерно так она будет выглядеть но сейчас это пока конструктор у нас крыша удалой кузов удалой и вот по сути нас и такой вот шоссе собрано вместе значит что сейчас я буду наносить камуфляж на кузов на кабину но потом смывки точки больной думаешь а что не видно что нанес ребята такой-то камуфляж скажу сразу что это отсебятина то есть как бы подобное видео в интернете нет фотографий посылали как бы ориентировался но не миллиметр-миллиметр то есть как бы общую канву передал но по большому счету как бы эти пятна нарисовались это так получилось вот такой вот вот такой вот он получился ну не знаю так вам честное мне нравится то есть да ничего нормально наносил их аэрографом кстати пока я уже показал да вот такую штучку разбавителя ретард от хамы почему-то сам не знаю почему она мне долго валялась невостребованная я что про нее забыл и вот именно здесь вот я ее начал использовать добавляю несколько капель прям туда в бачок аэрографа перемешиваю и знаете хочу вам сказать что краска довольно таки веселей дуются короче проблем намного меньше с этой штука я честно говоря приятно удивлен и я буду не пользоваться . бы на порядок меньше проблем он реже за забивается можно только то время ставить дальше дуть то есть я доволен и как бы уже сказал приятно удивлен да сейчас я начну сейчас я сделаю декольки посмотрю там инструкцию под пустынный камуфляж какие там они предлагают декали и по сути потом уже можно будет скрывать глянцевым лаком готовить под смырку ребята вот смотрите какая еще проблемка возникла вот есть такие духи да их видно нет на каждой модели есть да это понимаю не служит для того чтобы тент можно было раскинуть его здесь явно видно что он стоит вертикально вверх вот я вставил и вот она не стоит вертикально вверх а все почему потому что здесь вот эти вот вот эти вот защелки они мешают чтобы эти штуки я приклеил так как они должны были стоять там были посадочные места под них теперь получается ну чтобы они красиво стояли надо наверно будет подрезать аккуратно эти защелки что ли потому что рогами но не сильно красиво вот такая проблемка ну вот и сделал в этих местах вот небольшую выборку и теперь она стоит вертикально как по сути должно быть ну что ж думаю неплохо так ну вот модель готова для нанесения глянцевого лака значит я уже собрал все что можно было собрать единственное осталось два дворника которая будет вклеена уже в самом конце когда снимутся маски значит нанес я декали здесь вот номер передний потом крыльях какие-то обозначения и номер задний значит что хочу сказать по декалям похоже они были староватые они как бы не особо большие но урвались приходилось их восстанавливать то есть как-то качество детали декали меня под расстроила вот так же покрасил фары зеркало тоже весь серебром покрасил значит это еще ничего не клеилось а вот кстати да забыл сказать сейчас еще не приклеил приклеил брызовички ну и в принципе вот так вот тремя частями я их и буду скрывать лаком обрабатывать каждую часть садильную же в самом конце наверно соединил все вместе вот начал делать свою очку вот зародил кузов смыка вот такая водная коричневая хома но час но чуть-чуть подсохнет лишнее вытру и покажу результат вам нравится очень а вам георгий а ему тоже я рад ну вот коллеги я сделал смывку значит смывку делал для шасси и для кузова общую то есть полностью растирал наносил на все поверхности и потом лишнее убирала кабину только по швам прошелся по швам а по вы по выступам по выступам по выпуклостям вот она так примерно сейчас выглядит значит дальше что я буду делать я масляные точки нанесу вернее сразу покрою глянцевым лаком снова и потом нанесу масляные точки а вот а я не уберу а я не уберу свой чемоданчик граждане одесситы многоуважаемая публика судите кто сколько может скромным труженикам массовой культуры товарищ спасибо спасибо премного благодарен напрасно мадам спасибо пожалуйста сам пошел то я придумал немцы наверное вещь что не что-нибудь выдумает а русский человек потом учись ну вот друзья очередная как бы сравнение такое как бы по бортам у меня еще нету не было в основных точек не проходил а внутри уже кузова как бы прошло так вот высветление выветрение масляными точками и вот можно посмотреть разницу как бы дом масляных точек и вот здесь просто масляных точек то есть машина становится более более такой старой что ли ведь здесь еще светленькая здесь уже подъезженная но сейчас борьемся по бортам посмотрим потом все вместе так уж получилось что показываю сразу два этапа первые я полностью покрыл модель масляными точками подрастет его на стороне вот такая выветренная и второе обработал я но в сколы потертости то есть чтобы вам было понятней но трючки немножко металлом так прошелся по вот этим вот частям немножечко а также ржавчиной ржавчиной подножки крылья передок такой ножка бампер хорошо такой заживил короче машина не новая как бы получилось такая вот с этой стороны тоже значит напомню может показаться где-то она сейчас неровно кривовато кузов и кабина еще не приклеены я специально это не делал для того чтобы было удобней добраться к нужным частям во время покрытия пигментами то есть после покрытия пигментами я уже тогда ее полностью закреплю так как нужно машина по сути будет собрана готова друзья ну вы наверное помните в одном из своих роликов я когда крепил раму к теле к тележкам рассказывал свою эпопею про вот эти вот скобы которые из-за которых не становились теле я здесь их обрезал но думал что на этом дело как бы и не закончится но оказалось что нет оказалось что будет продолжение этой эпопеи значит смотрите пытался я поставить кузов на место да ну сразу примет примерил его уже так как чтобы прикрепить намертво немного не он становится но появляется щелью здесь вот тут до конца не доходит как бы сзади немного ну короче это щелки миллиметровая начал я присматриваться в чем же дело оказывается у него такая конструкция здесь вот эти он вот этими гребнями вот этим и вот этим он заходит за одной стороной за вот эти второй стороной за вот эти получатся здесь он становится хорошо как бы до конца а здесь вот эти вот скобы мешает ему стать на свое место то есть чаще скорее всего на аккуратненько тоже срежу верхушку этой скобы и все равно видно не будет под этим под кузовом чтобы кузов встал на место и утопился поэтому друзья те кто будет собирать подобную модель или же нафиг эти скобы вообще прощаться с ней или же как-то и где-то в каких-то других местах цеплять не не ориентируясь на инструкцию потому что ну это для это для грузовика не для маутера мама утера вот так ну вот ребята в принципе сделал что хотел добавил чуток я пигментом запылил возможно еще придется немного запылить на подставке буду как она будет смотреться да и в принципе есть что еще останется сделать это снять маски со стекол и приклеить стеклочисители дворники и все но перед тем как я сниму маски я я вскрою модель вот таким вот решил сатиновым лаком скрыть сатиновый лак он по идее позиционируется как полуматовый посмотрим какой будет эффект дело том что это да это не танк который должен быть матовый здесь на кабине по крайней мере какой-то такой глянчик может присутствовать все-таки это не такая грубая техника как танки поэтому посмотрим если мне результат понравится оставлю ну а если нет ну всегда можно матовым исправить это все дело ну вот коллеги разрешите представить в 3000 с дробь с с м маутер собственно персоной друзья сегодня у нас большой праздник запомните этот день все подсох сатиновый лак хочу сказать что нормально мне понравился такой имеет право на жизнь и в принципе работа с ним закончена маски прочь говорится поснимал маски со стекол вклеил дворники вклеил фары в принципе работа с ним закончена хотя возможно возможно ну даже наверно скорее всего еще немножко по колесам там и по гуслям пройдусь пигментом именно на подставку вот поэтому плавно переходим и к информации о том что следующее видео будет посвящено подставки для этой модели и подставки на этой модели вот ну все наверно ладно хватит играть концерт окончен кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал если есть какие-то замечания напишите мое личное мнение по данной модели этим не нравится конечно искушенные моделисты могут находить здесь кучу косяков я с ними полностью согласен но по большому счету не худшая модель не худшее исполнение скажем так все всем спасибо за просмотр оставайтесь со мной это не последняя часть как я рассказал будет дальше поставка и как бы финал все вместе все всем пока старый рояль весь в испуге раньше играл он только фуги он весь дрожит от страха не слыша баха теперь на нем играю я старый рояль